Здравствуйте, друзья! Очень рада, что вы снова у меня в гостях. Хочу показать вам салфетку, которую я сшила сегодня. Она настолько большая, что не помещается в экран. Я сшила ее в подарок, и мне она очень нравится. Если вам интересно, давайте приступим к шитью. За центральный фрагмент возьму блок с коронами, и для салфетки мне нужно сделать его восьмиугольным. Конечно, можно вспомнить геометрию, но я, как ленивый человек, пойду самым простым путем. У меня есть вот такая линейка, ее угол 45 градусов. И сами знаете, что в окружность помещается восемь таких углов. я найду центр среднего квадрата. вот он и кладу треугольник к центральной отметке углом и выравниваю его так, чтобы от швов стачивания квадратов было примерно одинаковое расстояние. И таким образом отмечу на всех боковых сторонах блока. Затем перехожу к углам блока. Теоретически здесь от отметки до отметки должно быть такое же расстояние, как и на боках. Проверим. Действительно все совпадает. Но проверю на всех остальных углах. Расхождение буквально в одном-двом миллиметрах. Обрежу углы, чтобы получился восьмиугольник. Вот такой. Далее я буду притачивать к сторонам центрального блока блоки из гусей. Но смотрите, здесь есть пробелы между гусями и я сейчас вырежу треугольнички из светлой ткани. Я нарезала треугольнички и сейчас посмотрю, как лучше их притачивать. Наверное, буду притачивать к верхнему срезу и так, чтобы строчка проходила через угол гусеныша. Я притачала и заутюжила уголки. Теперь беру заготовку и буду притачивать эти фрагменты. Таким образом, не доходя до краев, примерно на сантиметр, может быть полтора, чтобы у меня была возможность потом подкорректировать немного блок. Давайте посмотрим, что тут сшилось. Видите, краешки не закрыты. Далее буду стачивать нижний срез блока с треугольником. Вот таким образом. Когда это развернется и отутюжится, будет выглядеть примерно вот так. А потом я здесь подошью до конца. Смотрите, что получилось. Швы я разутюжила. И нужно обрезать вот эти хвостики. Вот такой хоровод у меня сшился. Здесь 59 сантиметров. А мне нужна салфетка круглая 76-77 сантиметров. Значит, я притачаю сюда бордюр по 10 сантиметров с каждой стороны. Я вырежу полоску ткани и притачаю к каждому сегменту салфетки. Вот такого цвета будут полосы. Буду притачивать, не доходя 1 сантиметра до углов. Свободные края буду оставлять с учетом того, что здесь будет расширение для формировки угла. Вот так я притачала полосы. Так же, как и гуси в предыдущей операции. Концы в свободном полете. И сейчас я покажу, как сделать уголок. Здесь угол не прямой, под 90 градусов. Выравниваю срезы полоски. Именно по длинной стороне. Выкладываю ровно салфетку. Вот эта линия. Я кладу линейку на край сгиба и черчу линию, как продолжение сгиба. Когда салфетка развернется, здесь будет красивый угол. Смотрите, какая заготовка для салфетки сшилась. Теперь сделаю сэндвич. Это, как всегда, спандбонд и холстопрошивное полотно. На него укладываю салфетку. Все скрепляю булавками. Теперь салфетку нужно простегать. Хочу простегать ее свободноходовой стежкой. Я, конечно, небольшой умелец в этом деле, но буду стараться. Я выбрала разные нитки. Вот такими отстрочу по контуру коронок. Синие детали буду отстрачивать такими нитками. Бордовыми нитками буду отстрачивать бордюр. И фрагменты с гусями буду отстрачивать светлыми нитками. Давайте посмотрим, как я простегала салфетку. Но мне уже нравится. Теперь нужно обрезать все лишнее. Вот так. И сейчас мне нужно сделать салфетку круглой. Готовая салфетка должна быть 76 см в диаметре. Половина это 38 см. Вот таким образом я закруглю углы. Выровняю салфетку от центра. Салфетку от центра. Салфетку от центра. Салфетку от центра. Теперь осталось окантовать. Окантовать буду окантовочной трикотажной бейкой. Я закончила салфетку. Вот так окантовала. Нигде ничего не фолдит и не топорщится. Все сшито аккуратно. И размер ее 76 см. Как и было задумано. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было полезным для вас. Подписывайтесь. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Вам это ничего не стоит. А мне очень приятно. Всем пока.